Приветствую вас. Мы здесь разбираем сейчас вопрос, связанный к занятий с тем заботливым родителям. Как перестать завидовать тем, у кого заботливые родители? Как раз везде это плачу, я здесь когда везу эту заботу по отношению к другим и не даю замену, ведь хочу забрать ее себе. Собственно, да, речь идет о том, что вы не заботитесь о себе, речь идет о том, что вы не умеете, вероятно, заботиться о себе. И заботе о себе нужно учиться. Это определенный, скажем так, процесс, которому необходимо обучаться. Это обучение происходит, в частности, через психотерапию на консультациях с психологом и так далее. Дальше. Здесь же, получается, бытует. Я бы сказал, чувство несправедливости. Когда, то есть, вам, например, кажется что-то несправедливым. Несправедливость в данном случае необходима для оправдания чего-то, в частности для оправдания, например, ваших действий. Оправдания ваших, ну, например, страданий, тенденций таких к страданию. Вот. То есть, это вот как-то связано, пожалуй, с этими аспектами. И работать, на мой взгляд, в первую очередь необходимо именно с этим. Вот. Ну, а дальше уже, дальше уже, я думаю, можно будет корректировать и все остальное. По-видимому, есть у вас обида на родителей, по-видимому, есть у вас какие-то негативные чувства к ним, но тут нужно смотреть, это не точно. В данном случае вы ничего об этом не пишете, поэтому поговорить об этом не предевременно. Что важнее всего понять сейчас? Сейчас это то, что речь идет про потребности. То есть, мы завидуем тому, чего мы хотим, но себе запрещаем, вот, себе запрещаем. Поэтому вам нужно уловить эту потребность и научиться ее правильно реализовывать. Правильно имеется в виду, это реализация конструктивная, то есть ощутимая для вас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Анастасия Бук. Все ciao. П